Вечер на Первом Ярославском продолжает обзор происшествий в студии Юрий Кораблёв. В Брагино из окна седьмого этажа выбросилась 37-летняя женщина. Как рассказали в следственном комитете, погибшая решила покончить жизнь самоубийством после того, как поругалась с мужем, приревновав его к другой. Не обошлось без алкоголя. Женщина была частным предпринимателем, занималась пошивом одежды. У Ярославны осталось двое детей. Пожарным расчетам пришлось сегодня работать на шевелюхе. В садоводческом товариществе сгорело два частных дома. Пожар вспыхнул утром. По словам очевидцев, пламя охватило один дом, затем перекинулось на соседний участок. В результате огонь уничтожил обе постройки. Еще сгорел сарай. С огнем боролись несколько часов. Причины события устанавливаются. Я позвонил без 15, 9 где-то пожарные. Мама у меня приходила, видела, там соседи сказали, что остановки заметили, горит здесь участок. И сразу я позвонил пожарный, сюда подъезжал. Я председателю позвонил, говорю, электричество было здесь подключено, говорит, нет. Здесь вот именно вот в этом 67 участке, вот, что кирпичное сгорело, у них был случай, внутри как-то гадили и скрывали несколько участков. Ну, милицию вызывали, они все зафиксировали. Семь лет. Столько длилось следствия по уголовному делу о хищении денег из бюджетов разных уровней, выделенных на реконструкцию и ремонт дорог в Ростове. Сегодня обвиняемые в мошенничестве предстали перед судом. Сюжет Георгия Колчина. Место рождения в городе Ярославович. На вопросы журналистов отвечать не захотели, на вопросы Фемиды отвечать вынуждены. В Ростовском суде трое ярославских предпринимателей. Солидный навар коммерсанты получили на ремонте и реконструкции местных дорог. Как полагает следствие, мошенническим путем. Ущерб, причиненный бюджетом разных уровней, составляет свыше 210 миллионов рублей. Со стороны прокуратуры заявлен гражданский иск в возмещении ущерба, причиненного бюджетом. Контракты на выполнение работ были заключены еще 7 лет назад. Фирмы подсудимых работы не выполняли, для этого нашли подрядчиков. Были составлены новые сметы, но, как считает следствие, расценки там уже были занижены. Разница же осела в карманах коммерсантов. Сегодня реконструкция некоторых дорог, фигурирующих в деле, до сих пор не закончена. Основа, первый слой асфальта, оно все положено. То есть осталось только на этих дорогах, осталось только финишный слой асфальта положить и все. Если суд признает виновными этих товарищей и деньги они вернут в бюджет, то эти деньги мы и положим. По версии следствия, часть похищенных денег, а именно 92 миллиона рублей, была легализована. Коммерсанты приобрели векселя и объекты недвижимости. Сейчас на это имущество наложен арест. Между тем, подсудимые по-прежнему возглавляют коммерческие организации и вину свою не признают. Предпринимателям грозит срок до 5 лет. В уголовном деле 150 томов. В суде должны выступить более 100 свидетелей. К тому же сегодня материалы следствия толком так и не начали рассматривать. У одного из подсудимых новый адвокат, который попросил временное ознакомление с уголовным делом. И в процессе был объявлен перерыв. Георгий Ковчин, Георгий Иванов. День событий. Курьезное ЧП в Пашихоне. Здесь под лед ушел экскаватор. Во время проведения работ по укладке труб потребовалось перевести технику на другую сторону реки Потомка. Водитель решил сократить путь, поехав по заледеневшей реке. Однако лед треснул и техника утонула. Водитель спасся. Пока ждали спасателей, экскаватор уплыл от берега на 3 метра. На месте происшествия организовали целую спасательную операцию. Для того, чтобы выводить экскаватор, пришлось снимать плиты берегоукрепления. Делать насыпь. Работы длились почти сутки. По блату шофером к депутату в нашем городе появился необычный вид мошенничества. Точнее, сама схема злоумышленников вполне традиционна. А вот на плаху они бросают репутацию не самого обычного учреждения – Ярославской мэрии. Со своими жертвами мошенники связываются в интернете. Обещают устроить на работу в городские власти курьером или шофером. На хорошую зарплату. Потом получают деньги от 3 до 5 тысяч рублей, как правило, переводом на телефон. Обманутые горожане уже несколько раз приходили на вахту в мэрию. Последний случай был вчера, а до этого случаи были зимой, были в начале весны случаи, обращались. Но, насколько я знаю, и в другие учреждения обращаются. Просто, пользуясь случаем, хотел бы обратиться к гражданам, не идти на контакт с такими людьми. Я же на этом прощаюсь. В студии работал Юрий Кораблев. Берегите себя.